От доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после семи вечера. Ах, Латынина Юля, как с ним упадка. В июле. Цена победы. Блокада Ленинграда. Память и уроки. Тема сегодняшней программы «Цена победы». У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета Геннадий Соболев. «Цена победы» сегодня после двадцати часов. Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Программа «Код доступа». Добрый вечер, Юлия Латынина «Код доступа». Как всегда, в это время по субботам, конечно, главные у меня все вопросы по поводу Майдана. Что происходит в Украине? Ну, в Украине происходит революция. А всякая революция, если особенно ты целям ее сочувствуешь, прекрасна как любовь. Ну, это эстетическая категория. И там история Ромео и Джульетта, когда ты восхищаешься, не отменяет того, так сказать, ее не отменяет тот факт, что если бы Ромео и Джульетта поженились, то они бы били друг другу тарелки, морды, разлюбили бы друг друга, у них бы выросли неправильные дети. Ромео и Джульетта изменял, и так далее, и так далее. Это все будет потом. А вот сейчас происходит революция. Это прекрасно. И, конечно, я вот впервые могу сказать про себя, что ведь украинцы всегда настаивали, чтобы мы на русском языке стали говорить в Украине. Мне до сего времени это казалось какой-то излишней наглостью, потому что, знаете, независимость независимостью, а правила русского языка, правилами русского языка. Вот отныне я чувствую необходимость говорить в Украине. Отныне я этот народ уважаю еще больше, даже гораздо больше, чем после Оранжевой революции, потому что легко отстаивать свободу ненасильственно, когда тебя за это не бьют, тяжело отстаивать свободу, когда тебя за это бьют, и когда тетушки громят по ночам Киев. Ну и еще анекдот. Новый украинский Павлу, ты слышал, вчера на Хрещатике случайно встретились Кричко с Януковичем. Ну и что было? Да не шо. Теперь Витя с Фингалом, а Виталик без шапки. К сожалению, это неправда. Кричко с Януковичем встретились другим способом, но об этом чуть позже. Собственно, давайте начнем с... ...что происходит. Германский канцлер Конрад Ауденуауэр как-то сказал, что Господь, к сожалению, положил предел человеческому разуму, но не положил при этом пределы человеческой глупости. Вот, на мой скромный взгляд, действием украинского президента Виктора Януковича является живой иллюстрацией этого тезиса. И для того, чтобы понять, что происходит в Украине, надо держать в голове две очень простых вещи. Во-первых, мы подсознательно привыкли считать, что в любом конфликте побеждает сильнейший. Вот в мифах, в литературе, в кино всегда описывается, что встретились два сильных противника, и кто сильнее, тот и победил. А на самом деле в реальности гораздо чаще встречаются два некомпетентных противника. И побеждает из них тот, который менее некомпетентен. Чувствуете разницу? Оба неадекватны, но побеждает тот, который менее неадекватен. И второе, мы все-таки подсознательно привыкли считать, что люди, особенно облеченные властью, они рациональны. И когда мы видим, когда человек, облеченный властью, совершает какие-то поступки, мы очень часто задаем себе вопрос «Зачем?». Вот чего он этим хочет добиться? И очень часто это неправильный вопрос, потому что человек часто действует не «Зачем?», а «Почему?». Вот не потому, что он хочет чего-то достичь, а потому, что он так устроен, потому, что у него в голове такая каша. И человек на вершине власти не меньше, а больше склонен к рациональным поступкам, потому что, как сказал лорд Актом, власть сносит крышу, абсолютная власть сносит крышу абсолютно, а власть, которая не заслуженно досталась мелкому уголовнику, она там вообще не только крышу снесет, но и стены с фундаментом, если они были. Вот еще два момента вступления. Надо понимать, что у власти Януковича с самого начала были две особенности. Первое, что Янукович – это человек с психологией мелкого уголовника. Как сказал в своем блистательном эфире Станислав Белковский, не надо при анализе действия Януковича использовать слово «геополитика», поскольку он не знает этого слова. Это человек, который, напоминаю, получил срок за то, что он перегибался через дверцу в общественном туалете и сдергивал шапки с посетителей, которые пингвинчиком, раскорячившись в этот момент, сидели на униказе. А мелкий уголовник – это очень специфическая психология. Это, во-первых, человек, который все время органически ищет, где стырить, который не способен понять стратегические последствия своих поступков. Отсутствие ума ему изменяет хитрость. А под хитростью обыкновенно такой род людей понимает собственное умение объяснить всем окружающим, что он честнейший человек, и вообще он не виноват, и стырил не он, а там Вася, Петя, Маша. А если окружающий в это не верит, то мелкий уголовник понимает, что это потому, что они его враги. Вообще, в силу рабской психологии он всюду склонен видеть заговоры. Если ему кто-то говорит, что ты вор, он искренне не понимает, что это потому, что он вор. Он искренне думает, что это результат заговора и плохого к нему отношения. Кроме того, мелкий уголовник считает, что все проблемы в мире решаются насилием. Вот если нельзя обдурить, то надо побить. И, конечно, он при этом считает себя полностью правым, потому что, ну, и он побьет какого-то нехорошего человека, который за собственной испорченностью называет его вором. Кстати, психология мелких уголовников тут похожа на психологию мелких чекистов, но это там не сейчас. Вот Иннокович еще пришел к власти случайно, он об этом знает. Никто никогда даже в 2004 году не собирался делать его президентом. Там была там хитроумная комбинация, автором которой был многоумный Медведчук, который, кстати, как совершенно справедливо сказал Белковский, долгое время являлся главным источником в Кремле информации по Украине. И тогда вот в качестве преемника Кучмы специально подобрали уголовника Януковича, чтобы все запутать, чтобы создалась патовая ситуация, чтобы Янукович не победил на выборах. И, в общем, в результате этой головоломной комбинации образовалась бы ситуация, при которой бы все сказали, ну пусть Кучма остается у власти. Ну, нельзя строить многоходовые комбинации в сложных политических ситуациях, потому что все комбинации должны быть простые. И в этом смысле, конечно, Янукович прекрасно знает, что вот эти вот хитроумные Медведчуки, вот эти богатые Ахметовы, они присирали его, они вытирали они его ноги, они думали, что он будет ихней марионеткой, а он мелкий уголовник, теперь президент, а еще они могут сосать лапу. И, кстати, по поводу Медведчука, который я уже сказала, что Белковский говорит о нем как об основном источнике информации для Кремля. Но я же ведь напомню, что к вопросу о том, как устраивана украинская политика, я же ведь напомню, что случилось с этим основным источником информации. Я думаю, что он сейчас немножко потерял свое значение, и объясню почему. Потому что была же такая история, которая называется проминвестбанк. Когда кремлевских надули элементарно, когда им объяснили хохлы, что надо купить проминвестбанк, и тогда через это вы скупите всю Украину. Заплатила Россия гигантские бабки, купили, по-моему, веб платил бабки. Как только банк был куплен, была проведена доп. эмиссия, то тот же самый веб и надули. И, насколько я понимаю, что во всем этом, ну, активное участие всей этой комбинации как раз консультантом по покупке был господин Медведчук. И я не хочу сказать, что после этого его влияние в Кремле совсем сошло на нет, потому что, ну, Путин понимает, да, у него других музыкантов нет для этого пианина. Но все-таки, так я понимаю, что там это влияние уменьшилось. По крайней мере, ну, по идее, должно после проминвестбанка уменьшиться. Да, и еще важная подробность, что в результате вот этого недалекого отношения к жизни и чрезвычайной простоты хапка. В украинской власти всех вытеснила семья. Украины реально управляют старшие сынинуковича и его друзья. Это золотая молодежь, которая вот переняла от отцов психологию мелких уголовников, ну, там, совсем лишилась тормозов. Ну, вот, да, у нас говорят, что у Путина есть там Ротенберги, Ковальчуки, Сечин есть. Ну, вот помните тех самых замечательных ребят, которые где-то в Женеве устроили гонки на Ламборджине. Вот вы представляете, Россией бы управляли там вот не Ротенберги, Ковальчуки, а вот эти вот золотые ребята, которые устраивают гонки на Ламборджине. То есть для этой молодежи оранжевая революция – событие далекого прошлого. Там тормоза придумал трус. Посмотрите, что случилось в украинской политике. Премьер Азаров ничего не решает. Первый вице-премьер Арбозов – это ставник Саши Нуковича. Клюева из вице-премьеров отодвинули в секретари нацбега, сейчас вернули на администрацию президента. Понятно почему. Потому что Клюев – это их не Сурков, это специалисты в покупке оппозиции. Об отношении господина Клюева с оппозицией, то, что это означает, я буду говорить чуть позднее. Значит, Ренат Ахметов сейчас отошел, господин Хорошковский, ставленник Фирташа, который в начале президентства Януковича взорлил, был вице-премьером, ходили слухи, что вот завтра сольют таможню, налоговую службу, во главе поставят его. Хорошковский ведь Украину у нас покинул. Да, вот были все эти люди, их нет. Насколько я понимаю, позиция тех олигархов, которые поставили Януковича, и которые были очень близки ему вначале. То есть, грубо говоря, и позиция Ахметова, и Фирташа. Понятно, да, что она неофициальная, и, насколько, конечно, вряд ли там они ее публично озвучат. Но я не удивлюсь, что она такая. Но мы, конечно, сейчас лезть не будем, потому что сейчас лезть бесполезно, да там опасно. За это время, да, выборов успеют разорвать. А за три месяца до выборов мы включим свой ресурс и снесем его. Да, то есть вот власть Януковича опирается на Беркут и на Сашу Януковича и на его приятелей. Как гениально сказал в этом случае, в смысле, батька Лукашенко, который выступил самым, вот просто покрыл всех аналитиков. Батька Лукашенко сказал, как только дети президента начинают заниматься бизнесом, жди беды. Как только уже на любовниц появляются короны на голове, жди беды. Вот все, что происходит в Украине, происходит прежде всего вот от этой чрезвычайной простоты Януковича. И произошло для начала то, что Янукович всем реально надоел. Есть экономическая катастрофа, есть отбирание бизнеса повсюду, и не только где-нибудь там у оппозиции, упаси меня, Господи, как раз там сложные вещи, а у тех же Донецких. А политика в режиме интриги, это все, и там сидеть в своем любимом Межигорье, потому что, ну, так сказать, как человек достаточно, как я уже сказала, как мелкий уголовник, ну что хочет мелкий уголовник? Он хочет красивую резиденцию. Да вот политика в режиме интриги хороша, когда под ногами ничего не горит. И Янукович вел двойную игру с Россией и Евросоюзом по поводу вступления в ассоциации с Евросоюзом, причем, я думаю, что цель была всегда одна, бабки. При этом, судя по всему, в окружении Януковича просто не было людей, которые объяснили бы им, уж от Европы там черного нала не будет. И при этом в течение всего последнего года в Украине годался страшный дисбаланс в публичной сфере. Потому что с дуру пиарщики каких-то посоветовали, Янукович стал раскручивать эту карту. Так, кругом сплошная голодуха, экономический кризис, а у него все-таки в 15-м году выборы, ему надо как-то раскручиваться. И он стал рассказывать по всем телеканалам, это несли по всем телеканалам, я европейский выбрал путь, я цивилизационный выбрал путь, вот оранжевые не смогли, а я веду вас в Европу. И каждый день рассказывали по всем телеканалам, как в Европе охренительно, мы украинцы-европейцы, мы не русские. Значит, само это соглашение, ну, пардон, но это Филькина грамота. Да всякие Турции, его там 50 лет назад подписывали, что Турция до сих пор не в Европе. Она не принципиальна, Янукович его, как вы понимаете, не читал. А Путин его тоже не читал, но насколько я понимаю, что произошло, его прочел Глазьев. Глазьев, у нас теперь помощник президента, он действительно умеет читать, более того, он умеет делать там сильные обобщения, не всегда правильные из всяких письменных документов, потому что, да, и Глазьев, который ведет системные вещи в ответ на вопрос Путина, там, что делать с Украиной, начал рассказывать вот эту историю про соглашение. И, соответственно, в конечном итоге, когда оказалось, что эталонов с кэшем из Европы нет, Путин осерчал не на шоку, кукургом долги, надо сдаваться России, тем более, что, надо сказать, что Европа даже какие-то деньги предлагала, но она же все-таки и Тимошенко не забыла. Она еще просила освободить Тимошенко, Россия-то давала без... Она не забыла все-таки о Тимошенко-Украине, а как, скажем, Меркель не забыла о Ходорковском. И вот пришлось сдаваться России. И сдача эта была исполнена, ну, совершенно в духе пакта Молотова-Риббентропа. Да, в духе августа 1939 года. Внезапный резкий поворот политики на 108 градусов против всего, что раньше улилось из всех утюгов. А такие вещи можно делать в авторитарных странах. Вот это Иосиф Иссарионович мог сказать в августе 1939 года, что вот только что мы воевали с океанией, а теперь мы дружим с океанией, и всегда мы в жизни дружили с океанией. А вдруг в демократической стране население, которое только что слышало, что Янукович и Европа намазаны сахаром, вдруг слышит, что мы будем с Россией, а тем больше большинству союзников Януковича нужно в Европу. Ах, нет, его нужно в Европу, Донецким нужно в Европу, это низкие пошлиные большие рынки. И дальше происходит, собирается первый Майдан, и, может быть, ничего бы не было, если бы его не разогнали. Вот это был совершенно клинический идиотизм, потому что, ну как, в этот момент на площади оставалось несколько сотен человек, их зачистили очень жестким человеком способом, собственно, даже самое главное, чтобы не разогнали. Его там собирались мочить, просто люди убежали. А этого в Украине не любят, это порождает реакцию, которую в России трудно объяснить. Почему это случилось? Еще раз, вот это тот самый случай, когда это не почему, а когда это не зачем, а почему. Его разогнали потому, что решение принимали неадекватные люди. Его разогнали потому, что вот Янукович идет там в Межигорье, приходит к нему какой-нибудь глава МВД Захарченко, и докладывает, что вот там осталось всего несколько сотен человек, вот мы сейчас этим скотам врежем, к утру там будут поливальные машины. И я думаю, конечно, еще был важный момент, почему его разогнали, потому что Янукович вряд ли сильно ставит сейчас украинскую оппозицию во что-то, он знает ей цену, он боится Тимошенко, но она сидит в тюрьме. А оппозиция в Украине, ну, она, нельзя сказать, что там она совсем как наша справедливая Россия. Но она все-таки немножко, вот, как у нас сурковская оппозиция есть, да, так у них клюевская. В общем, после того, как они посадили Тимошенко, у них была уверенность, я думаю, что официальную оппозицию они так или иначе могут контролировать. Об этом я позже буду говорить, и я буду говорить о том, что оппозиция официально с самого начала пыталась Майдан слить, хотя была при этом вынуждена бежать в параде паровоза. Да, но все-таки вот главный, как я уже сказала, на мой взгляд, сюжет этой истории в том, что украинская власть все время действует не для того, чтобы, а потому что. А что было дальше? После разгона Майдана продолжается собираться народ, и это было очень важно, потому что чем больше людей собиралось, тем яснее было, что власть Януковича делегитимизируется, и уже в 15-м году он выборы не выиграет. Видимо, это было для Януковича тоже какой-то последней каплей, и были приняты вот эти вот драконовские законы, свыше пяти не собирайся, причем были приняты в типичной хохлядской манере. Да там мы принимаем закон о заготовке сена, а там пятым пунктом седьмого параграфа в примечании, так сказать, в законе о заготовке сена отменить Конституцию. Там напомню, что случилось при принятии этих законов, значит, на самом деле должен был обсуждаться бюджет, законы эти были внесены в повестку в пункт «Разная». Ну, правда, было понятно, что они будут приниматься, поэтому оппозиция просто заблокировала спикера в своем кабинете, он не смог прийти на заседание, вице-спикер, которого тоже заблокировали в кабинете, коммунист, значит, вылез в окно, в другое окно влез, и не с трибуны стал вести заседание. Значит, там надо было, по-моему, 225 голосов для принятия решения, и сколько ни нажимались на электронную систему голосования, то там выходило меньше, как раз, по-моему, типа 224. Вот этот крепкий коммунист не растерялся, он говорит, плохо работает у нас система голосования, давайте решать поднятием рук. Подняли руки, руки не стали считать, а те, говорит, большинство, все принято. И после этого фарса начинается уже вооруженное восстание. И начинается террор, насилие с обеих сторон. Начинается, с одной стороны, Беркут, который оборачивает гранаты гвоздями для большей поражающей силы, и тетушки, которые вот сейчас просто по ночам громят машины жгут, громят мирных горожан. И вот это очень важно. Почему нанятые властью гопники устроили террор в Киеве? Почему тетушки занимаются уличным террором, чтобы люди боялись выйти из домов? Вот можно тоже предлагать какие-то рациональные объяснения. Например, может быть, власть надеется, что обыватель там взводит и закричит, где родная милиция? Или можно предполагать, что гопникам заказывали все-таки террор против лидеров оппозиции, но в силу гопников человеческих качеств им проще лупить все подряд. Просто в силу уровня их интеллекта им сложные задачи ставить нельзя. Но, да, тут надо на самом деле понимать, что тетушки – это такое хроническое явление украинской жизни, только не политическое, а коммерческое. Что с помощью этих гопников решались хозяйственные задачи на коммерческой основе в течение значительного времени привыкания Януковичу в власти. Просто сейчас они перешли на коммерческий заказ в политику, и, скорее всего, это произошло не для чего, а потому что вот у любого мелкого уголовника и представителя золотой молодежи есть психологическая потребность дать кому-то по морде, если сложная ситуация. Ах, вы с нами так, ну вот получите. И, конечно, комический эффект от того, что по морде придется давать нам всему украинскому народу, но вот он не фиксируется. Да, теперь, собственно, об украинской оппозиции это очень печальная тема, потому что мы видим, что есть два разных тренда. Есть Майдан, который идет впереди, который швыряет гранаты, который хочет брать Бастилию, и есть оппозиция, которая ведет переговоры с Януковичем. Но есть вещи недоказуемые. Я там не могу доказать, с какими лидерами оппозиции работал Клюев, я там не могу доказать, что, да, это вообще было вот так вот, вот Тимошенко посадили, ну давайте теперь будем приручать остальных. Но еще раз повторяю, почему Клюева сейчас назначили главой администрации? Ровно потому, что специальность Клюева это развращение, покупка и управление оппозицией. Как написал у нас в блоге Гельман, Клюев в качестве переговорщика это плохой знак для Майдана. Его главными аргументами в переговорах являются деньги. Яценек, как человек, недопустивший того, чтобы Кличко стал лидером оппозиции, это плохой знак для Майдана. Дума, это игра совместная с Клюевым, игра на деньги. Там я сейчас не буду входить в какие-то мелочи. Да, там если оппозиция торгала какими-то мандатами, если оппозиция какие-то там законы голосовала по убеждению Клюева, или там что-то оппозиции отдавали. Ну вот, по тем или иным партиям, это мелочь. Но вот что не мелочь, мало ли какая российская оппозиция в 1993 году Ельцину, там, вне зависимости от того, с плюсом или минусом, она была тоже конумбированная. Но, да, не бывало такого, что Рудской продавался вот прямо в момент своего собственного мятежа. А вот тут у меня большие вопросы, потому что я не могу ничего доказать, но я вижу поведение, по крайней мере, частики, по части официальных оппозиционеров. Я вижу Юценюка, который кричит, уйдите с Майдана в Матюгальник. И ему, значит, громче толпа отвечает, громче, чем он кричит в Матюгальник, пошел ты на три буквы. Да, там была замечательная история, когда, значит, Янукович сказал, значит, встретился с Кличко, и сказал, что надо переговоры вести с Клюевым. После этого он позвонил Юценюку, немедленно, что вот завтра, и сказал ему, что завтра будут с Клюевым переговоры. То есть такая смешная разводка, да, это делается для того, чтобы их между собой развести. Потому что Кличко бы приехал и сказал, вот я сейчас договорился. А ей, значит, вообще, какой Клюев, какие переговоры? Кстати говоря, эти машинки сидят в тюрьме, но кто сказал, что там, даже сидя в тюрьме, она не может участвовать в круглом столе? Вот этот вот украинский треуглавый пес, конечно, там, треуглавый кролик, он оппозиционный, он себя сейчас, наверное, в глазах Майдана полностью все больше и больше дискредитирует. Обратите внимание, что происходит. Стихийно захватываются районные администрации просто народом, инициативными людьми, иногда вооруженными. Причем, заметьте, что они захватываются не только на Западе. Другое дело, что люди, которые захватили, не знают, что делать. А эти, там, периодически ведут переговоры с Януковичем. О чем переговоры? Какие? Переговоры вынуждены только Януковичу и только затягивают время. То, что оппозиция идет на переговоры, само за себя говорит. Причем, Майдан уже принял никаких переговоров. Что пишет Тимошенко? Они до сих пор не потребовали освободить Тимошенко. Да? В чем смысл? Какой может быть сейчас компромисс? Янукович должен уйти с точки зрения революции. А Янукович в ответ говорит, ну, у меня есть предложение компромиссное. Если вы разойдетесь, я не арестую тех, кто не замешан в насилии. Да и так понятно, что поскольку на улице вышло чуть ли несколько миллионов, он миллионы не арестует. Перерыв на новости. Программа Компорт Уступанова. В 19.30 в Москве. На ищи новости в студии Ирина Кучеренко. В подмосковном Лыткарине после аварии тепло вернулось почти во все дома. Как сообщает Интерфакт, со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья восстановлено теплоснабжение всех социально значимых объектов, а также подавляющего большинства многоквартирных жилых домов. Работы по выводу котельной на рабочий температурный режим находятся в стадии завершения. В оставшиеся четыре дома тепло дадут после ликвидации двух утечек. Полностью завершить работы планировалось к шести вечера, однако некоторые жители Лыткарина сообщают, что у них по-прежнему холодно. Ранее сообщалось, что в результате аварии свыше 130 жилых домов в Лыткарине остались без теплоснабжения. Предполагаемая причина аварии «Гидроудар» в одной из котельных. Россия ввела временные ограничения на ввоз и транзит свинины и продуктов ее переработки из Литвы. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на Россельхознадзор. Решение принято из-за распространения на территории Литвы африканской чумы свиней. Ранее ввоз свинины из Литвы запретил Белоруссию, при этом еще ранее и Россия, и Литва по той же причине ограничили ввоз мяса из Белоруссии. Африканская чума является вирусным заболеванием, не представляющим прямой угрозы для человека. В то же время при выявлении его очагов заболевших животных, как правило, уничтожают, поскольку эффективных средств профилактики до сих пор нет. Оппозиция освободила двух милиционеров, которых удерживали в здании Киевской администрации. Они подверглись пыткам и сейчас госпитализированы, сообщил министр внутренних дел Виталий Захарченко. Он поблагодарил всех, кто принял участие в освобождении правоохранителей. В переговорном процессе, по его словам, помогали и нежные митингующие, и послы иностранных государств. Между тем, он отметил, что украинская милиция будет считать экстремистами тех, кто останется на Майдане и в захваченных зданиях в центре Киева. В случае перехода радикалов к активным действиям Захарченко обещает применить силы. Основные межсирийские переговоры начнутся в Женеве в понедельник, пока проходили лишь консультации. Посредником выступает спецпредставитель ООН-ИЛАК Лахдар Брахиме, сообщил официальный представитель делегации сирийской оппозиции. По его словам, на предстоящих переговорах планируется обсуждать создание переходного правительства. В случае провала переговоров сирийской оппозиции намерена обратиться в Совет безопасности ООН с требованием вмешаться в ситуацию вплоть до Волгенного. В Москве ожидается переменная облачность, где засадков ночью минус 16-18, днем 10-12 мороза. Ирина Кучеренко, служба информации Эхо Москвы. Программа Код доступа. Добрый вечер. Юлия Латынина, Код доступа. И прежде чем вернуться к переговорам оппозиции с Януковичем, я хочу вам рассказать совершенно замечательный исторический анекдот, который я очень люблю. Он расслужит живой иллюстрацией, почему никогда не надо вступать в переговоры с теми, кто не хочет переговариваться. История-то случилась в 1171 году, когда после прихода к власти императора Мануэля Камнина Мануэль Камнина арестовал всех венецианцев в Константинополе. Вернее, на всей территории империи. Причем не просто арестовал, а сначала сожгли Генуэзский квартал, а потом обвинили в этом венецианцев и, соответственно, арестовали. То есть и генуэзцев сожгли, и венецианцев арестовали. В лучшем соответствии с правилами дворцовых интриг. Венеция, естественно, объявила Византии войну. Дочь Виталия Микеле собрал большой флот. Тогда еще не было наемников Венеции. То есть этот флот был весь цвет венецианской молодежи и знати. И тут навстречу дужу является делегация византийцев и говорит, что мы хотим вести переговоры. А переговоры начали вестись. Флот взимовал на Хиосе. Переговоры ни к чему не привели, не могли перевести, потому что император не собирался договариваться. Он просто ждал, пока бездействующий флот придет в негодность. Он составил, в конце концов, из волонтеров. Получилось даже лучше, потому что не только негодность была, но и чума. То есть цвет византийской знати, все византийское войско, цвет венецианской знати, все венецианское войско погибло, не встретясь с противником. Ну, а когда дождь с уничтоженным вот этим не в бою флотом вернулся в Венецию, он еще эпидемию прихватил с собой. Кстати, дождь убила разъяренная толпа, это был единственный случай в истории Венеции. Ну, вот это маленькое простое правило. Никогда не надо вести переговоры с противником, который не собирается вести переговоры всерьез. Вот в случае переговоров украинской оппозиции с украинским президентом это вот просто просится на язык, потому что ну, очень странно ведут себя люди. Но вы можете себе представить вот там, когда Русской бунтовал против Ельцина, что он сказал? Ельцин, никто не выполняет его приказов. До сих пор украинская оппозиция это не сказала. Там, Яценюк на третий месяц Майдана отвечает, что наш лидер это сам украинский народ. Но не мудрено, что Янукович по этому поводу скорее всего пребывает в эйфории. И, видимо, она основана вот на том, что мы сейчас всех задавим, а на переговорах с оппозицией там со всеми договоримся. Поэтому, когда происходят переговоры с оппозицией, Янукович на вопрос о пяти трупах отвечает, ну, там, во-первых, убиты армянские террористы, а во-вторых, те, кто убивают, меня подставили. И когда Кричко выдвигает естественное требование, единственное возможное там, что происходит? А на, сразу после того, как это требование выдано, то, естественно, президент сворачивает переговоры, после чего другие члены оппозиции, участвовавшие в этих переговорах, говорят, что, вы знаете, президент был в полушаге от того, чтобы согласиться, внести там поправки в закон, и, может быть, да, вот-вот какие-то, внести пакеты законопроектов по регулированию ситуации, и даже отставку кабинета министров. И тут Кричко сказал, что надо привести досрочные выборы президента, и президент, типа, не согласился. Ребята, вы о чем? Это переговоры, фейкина грамота. Единственное, зачем на них стоило ходить, отсказать президенту Януковичу то, что сказал Кричко? А вы, ну, что там, Тимошенко выпустить, боитесь? Вы еще и друг друга топите, и, конечно, Янукович там на это расчет, что он их говорит, отречься от Майдана, и этим же он их дискредитирует. Потому что, согласитесь, что мы видим, что ситуация такова, что она ровно наоборот. Насилие, сила, единственное сейчас, что легитимизирует эту революцию. Не вожди ее. И, конечно, Янукович точно верит, что, да, все это сделали какие-то злые силы и враги, но Василию, наверное, тоже и на Сары Запада брали. Да, на что, значит, на самом деле, конечно, Януковичу конец. Тут два варианта. Либо ему конец будет сейчас, когда в результате инициативы снизу будут брать одну за другой районные администрации, и, в конце концов, вот, как в романе Три Толстяка, полиция перейдет на сторону торжествующего народа, или энергии революции не хватит, все равно ему в 15-м году будет конец. Потому что в 15-м году при перевыборах сработает два фактора. Да, во-первых, у оппозиции будет уже легальный, а не только уличный повод настаивать на пересмотрах, результатах выборов, если они будут фальсифицированы. И, во-вторых, как я уже сказала, я думаю, что огромная часть украинских олигархов, которые сейчас не поддерживают улицу, потому что олигарх по определению не может поддерживать улицу, его за это разорвут, они вот к началу выборов вступят в избирательную кампанию. Потому что, как я уже сказала, у Львови Нуковича нет электоральной опоры, кроме его самого и там сына, Беркута и еще, это слишком мало. Там купить голоса в условиях нынешней Украины не получится. И второе, да, это, конечно, то, что думает оппозиция, как я уже сказала, я думаю, во-первых, легальная оппозиция, судя по всему, больше всего боится, что ее посадят за призывы к насилию, и, соответственно, она будет выключена из гонки президентской 2015 года. Ну и второе, они действительно думают, а чего нам лезть поперек батьки в пекло сейчас, потому что заметьте, что кто сейчас придет к власти, долго не продержится. А потому что то, что плохая экономическая ситуация, Россия, естественно, отзовет свой кредит, не даст, то есть все это придется расхлебывать тому, кто придет к власти, так зачем? Лучше в гости год плохую экономическую ситуацию расхлебывает Янукович, а после него можно будет собирать апельсины. Ну, 985-970 45-45 теперь еще просто несколько вопросов, которые у меня тут говорят, что вот те, кто творят революционное насилие, это провокаторы. Ну, вы знаете, если ты труслив, то у каждого, кто храбрый, очень приятно называть провокатором. Я уже спрашивала, а взятие Бастилии, это тоже провокация? Я отвечу, что любое насилие выгодно власти только до тех пор, пока оно укрепляет ее позиции. Вот если людей 300 человек, они настроены на мирный протест, то, конечно, да, тогда для власти самое милое дело, если кто-то из них там выскакивает и начинает швырять камни в полицейских, и потом всех 300 можно законно винтить. А если власть борется за выживание, как сейчас в Киеве, то, чем выше уровень насилия, тем меньше у власти шансов удержаться, и никаких провокаций уже не бывает, и эти тушки, как мы видим, сейчас занимаются уже вовсе не провокациями, они вот отлавливают тех, занимаются тем, что они отлавливают поодиночке и бьют активистов Майдана. Вообще, насилие это какая-то удивительная вещь, потому что в современном политкорректном дискурсе как-то принято вот не насилием восхищаться. С какой стати? Как сказано в Декларации Независимости, когда когда правительство нарушает законы человеческого общества, это право народа восстать против этого правительства. Да, и вот вот это слово ненасилие, которое окружено как-то священным трепетом, а вот есть замечательная легенда о великом Махатме Ганди, который с помощью ненасилия сверг кровавый английский колониальный режим. Но проблема в том, что к моменту победы Ганди английский режим не был ни кровавым, не колониальным. В Великобритании правили лейбористы, которые ненавидели колониализм, считали его позором, преступлением, из кожи вон лезли, чтобы даровать независимость колониям, в том числе и тем, которые об этом не просили. И шишба о Махатме Ганди вышла одолеть ненасилием великих моголов. Это, сказать, великие моголы порубили бы этих сопротивленцев капуст, еще радовались бы, как им облегчили задачу. Я думаю, что даже Януковича одолеть ненасилием у Махатмы Ганди не получилось бы. Или там, возьмите замечательный ненасильственный Гринпис, когда люди ненасильственно лезут на нефтяные платформы, ненасильственно приковывают себя бензоколонгом, ненасильственно мешают судам ловить рыбу, а вот если их с этой нефтяной платформы полиция начнет тащить, они вопят к нам применили насилие. Знаете, что это такое? Это фурисейство. Еще раз повторяю, право нации свердать плохое правительство. Как определить, кто нация, а кто плохое? Согласно Декларации независимости права нации. Но вот в этом ты собака зарыта, потому что в отличие от математики вся наша жизнь построена на нечетких множествах. Вот очень трудно определить, что такое красавица. Тем не менее, при взгляде на женщину вы сразу понимаете, можно ее назвать красавицей или нельзя. Вот с моей точки зрения, те люди, которые в Киеве строят баррикады, представляют украинскую нацию. Айнукович это типичное тираническое правительство, которое изменило цель разумной национальной власти. Понятно, что да, это моя вкусовщина. При этом мне скажут, почему мне нравится то, что происходит в Украине? Мне не нравится, когда эти самые вот в Каире опять исламисты собрались, кстати, там гораздо больше уже народу погибло, и швыряют камни, да, и протестуют против военной диктатуры в сущности. Ну вот потому. Знаете, почему мне нравится там один роман и не нравится другой? И, конечно, тут очень велик контраст Украины с Москвой, потому что, ну, в Украине пакет репрессивных законов привел к тому, что Беркут забрасывает коктейлем Молотова. А в Москве то же самое время там выносят приговоры узникам Болотной, приняты те же самые законы, никто не ворохнется. И, конечно, поскольку та и другая страна славянская, все-таки генетически похожая, все-таки были мы частью одного СССР, то, ну, все-таки это вот такой явный признак, что отсутствие наличия нефти делается страной, потому что в Киеве живут бедные люди, которые бьются как рыба об лед, которые не могут зарабатывать нормальных денег в условиях бардака и коррупции. И, конечно, там, когда они видят, чего достиг маленький Саша Янукович, то они вот не без основания полагают, что все, что украдено, украдено у них. Причем речь идет не только об украденных деньгах, но и о украденном будущем. А в Москве живут нефтяные рансье. Люди, которые прямо или косвенно кормятся с доходов о нефти, в общем, они понимают, что тех денег, которые они получают, они не заработали, у них нет ощущения, что Путин украл или у них, или у их детей будущее. У них есть ощущение, что он им подарил с барского плеча продуктовый набор за тысячу рублей. Поэтому, конечно, довольно бессмысленно ждать, что до падения цены на нефть московские демонстрации будут собирать больше 100 тысяч человек или что эти люди будут сжечь автобусы. И все, что я сказала, конечно, не отменяет массы скептических соображений, что революционное насилие редко в истории кончалось чем-то хорошим, что в зяте Бастилии, которую я тут поминала, кончилось гильотиной, а чем кончилось в зяте и зимнего там вообще не хочется вспоминать. В конце концов, да, вот в Украине была оранжевая революция, она привела к власти Ющенко, который был беспомощен и коррумпирован, причем по-мелкому, который не провел никаких реформ, причем не только потому, что он был беспомощен, но и потому, что демократия способствует свободе, но не способствует радикальным государственным реформам. И вообще Якович избранный президент, и дважды на свободных выборах на него проголосовало большинство страны, при этом нельзя сказать, что он не знал, за кого он голосует. Да, просто качество системы основной на всеобщем избирательном праве таково, что большинство избирателей тактико-технические характеристики Яковича оказались неважны. Но вот эти скептические соображения не отменяют вот моего эстетического удовольствия от происходящего на Украине. И да, кончится это плохо, да, приходом к власти какого-нибудь очередного, да, не очень адекватного политика. Но все кончается в мире плохо. 985, 970, 45, 45, еще несколько историй, о которых все-таки я хочу поговорить. Одна из них наша российская, это падение рубля. Я уже много раз предсказывала, что рубль будет падать, потому что нашему правительству никуда не деться. И я повторяю, что происходит. происходит чрезвычайная недееспособность российской экономики, которая задыхается под, буквально под гнетом вот такой массы копошащихся на ней блох, гигантского количества проверяющих бюрократических организаций, инструкций и так далее, которые приводят к тому, что в России не то, что неконкурентоспособно производить айфоны, об этом мы вообще забыли, приводит к тому, что наши уже металлургические предприятия стоят на грани прибыльности. И в принципе только два выхода у правительства было. Один корни решающий проблему, это уменьшение количества транзакционных издержек в экономике. Он для правительства нереален, потому что весь курс правительства Путина создан на создание гигантского социального сла, который кормится не от собственных рук, а от щедрот государства, который паразитирует на государстве, точнее, который является государством, паразитирующим на экономике. Соответственно, другой вариант хоть как-то сделать экономику частично более конкурентоспособной, это ослабить рубль. Понятно, что он временный вариант, но понятно, что он единственный реальный для... Ну, единственный легко осуществимый. Это способ снизить наши с вами зарплаты, совершенно неизбежный, мне очень лично он неприятен, потому что, ну как, моя зарплата снижается, мои доходы снижаются, но я за этот способ, потому что, так сказать, даже париативный способ лучше, чем никакого. Но, к сожалению, по ослаблению рубля без других мер по укреплению конкурентоспособности российской продукции, оно не может решить проблему, оно может решить ее только на время. 985, 970, 45, 45, еще одна замечательная история про сваю, которая пробила дыру диаметром почти полметра в тоннеле московского метро, честно говоря, она была рассказана на полтале слон.ру, и я ее здесь рассказываю только потому, что почему-то этого никто не заметил, даже мой любимый Алексей Навальный. Дело в том, что свайта принадлежит компании Трансэлектромонтаж, а оказывается этой замечательной компанией Трансэлектромонтаж у нее есть какие-то там судебные иски. Судебные иски связаны с совершенно потрясающей историей, которая заключается в том, что главным заказчиком Трансэлектромонтажа являются российские железные дороги господина Якунина. И вот суть претензий налоговиков заключается в том, что Трансэлектромонтаж, получая заказ от российских железных дорог, передавал часть на субподряд компании Гарантстрой. Во-первых, эта компания Гарантстрой была пустышкой. У нее там даже стула со столом не было, у нее было только закорючка расписываться. А во-вторых, мало того, что когда налоговая инспекция стала проверять списки сотрудников структурных подразделений этого Трансэлектромонтажа и были произведены допросы лиц чистящихся сотрудниками общества, то они показали, что являются действиями сотрудниками ОАО РЖД российских железных дорог, а не заявителя. Перевожу на русский язык. Работы выполняли работы трансэлектромонтажа выполняли сами работники российских железных дорог, а деньги за них перечислялись в Панаму. Кстати, этот самый трансэлектромонтаж делает большие работы для вот той самой дороги Альпика сервис в Сочи, которая стоит рекордные по-моему 200 миллионов долларов за километр. И это к вопросу господине Якунине, который нас предложил отдать под суд того нехорошего члена Международного Олимпийского комитета, который заявил, что на Олимпиаде в Сочи была устроена треть денег. Еще несколько вопросов. У меня есть вопрос о выходе на свободу Платона Лебедева. Этот выход вызвал очень мало комментариев, как и следовало ожидаться. Ну, во-первых, из-за украинских событий, а во-вторых, ну, смотрите, Платон Лебедев должен был выйти на свободу 2 мая 2014 года. То есть, ему оставалось сидеть немногим больше трех месяцев. Я бы сказала, что это не очень принципиальная история, когда речь идет о 10-летнем сроке. И, как я уже сказала, понятно, отпустили Ходорковскую, но че уж мариновать Платона Лебедева. И, как я уже говорила, для меня вся история с выпуском на свободу Ходорковского, она является следствием половинчатых решений, принятых в 2003 году. Владимир Владимирович вообще, видимо, не любит принимать каких-то окончательных решений. И в 2003 году дали один срок, один процесс, потом дали второй процесс, потом дали второе дело, и, наверное, казалось, что вот эту резину можно тянуть бесконечно. Каждый раз можно придумывать новое дело, там, третье, четвертое, пятое, и каждый раз давать там по 4-5-6 лет, и вот этот хвост кошки рубить по частям. А вдруг в какой-то момент Владимир Владимирович оказался совсем оказался на грани того, чтобы стать изгоем в глазах западного общества, да, там начались законы Магнитского, началась очень плохая реакция, тем более, так сказать, вот люди стали, западные лидеры, отказаться приезжать на Олимпиаду, и в этот момент вот так вот подвалило, что как? Вот, во-первых, у Ходорковского болеет мать, значит, если его помиловать, то только сейчас, потому что потом будет поздно, во-вторых, Ходорковский выходит на свободу через несколько месяцев, и если его тоже не отпустить сейчас, по-моему, он в августе должен был войти, да, то уже поздно будет помиловать, а если заводить уголовное дело, то это, окончательно, становиться изгоем. И вот те самые половинчатые решения, которые в 2003 году были приняты, вдруг, да, оказались несколько непредусмотрительными, потому что, если бы Ходорковского был срок, условно говоря, пожизненный, то я думаю, что, конечно, бы его не выпустили, и Платона Лебедева, соответственно, сейчас не выпустили, потому что решений принимать было не надо. А сейчас вот благодаря такой истории, что срок заключения Ходорковского все равно истекал, и надо было либо срочно его миловать, либо заводить уголовное дело, которое уже было за гранью добра и зла, вот это сыграло свою роль. 985-970-45-45 еще несколько историй, которые я хотела рассказать. Вот на прошлой неделе я ошиблась, вернее, не я ошиблась, а еще и Кончаловский ошибся, потому что я его цитировала, но все равно моя вина. И я сказала, что у нас от 2 до 5 миллионов беспризорников в России, это дутая цифра, которую, видимо, надували всякие грызловые, когда вот искали на всякие компании помощи детям. На самом деле статистика такая. У нас 105 тысяч детей в полутора тысячах детских домов и около 650 тысяч детей, которые так или иначе нуждаются в опеке. Если вот к этим полутора тысячам детских домов прибавить там дома ребенка, специнтернаты и так далее, то, видимо, вот в такого рода учреждениях содержатся где-то 200-300 тысяч человек. Теперь самое важное. Государство на этих детей тратит в месяц до двух миллионов рублей. Совсем недавно еще это было 70 тысяч долларов. И это очень важный момент, потому что я хочу обратить ваше внимание на гигантское количество публикаций. Вот есть замечательный психолог Людмила Петрановская, которая рассказала недавно на сайте эхо-страшную историю о том, как женщина пытается усыновить больную девочку, а в доме ребенка ей эту девочку отказываются выдавать, потому что... А типа потому что нам так хочется. Есть другие лопиющие истории, которые тоже можно прочесть на нашем сайте, как у здоровой матери отнимают здорового ребенка и насильственно несколько месяцев держат в детском доме. И вот за этим прослеживается страшная закономерность. Откровенно говоря, за этим прослеживается даже более страшная закономерность, чем за истории с законом подлецов о запрете усыновления детей американцами, потому что когда ты произносишь эту цифру 2 миллиона рублей в месяц, то становится ясно, что есть такой чудовищный раковый соцкомок, который наживается за детях, который заинтересован в максимальном количестве детей в детских домах. 70 тысяч долларов в год осваивать ... Простите, имеется в виду, конечно, 70 тысяч долларов в год, я говорилась, и 2 миллиона в год. 70 тысяч долларов в год осваивать на ребенка, но поди плохо. И, конечно, все эти люди, которые осваивают эти деньги на детях, делая детям страшно. Все они, конечно, голосуют за Путина. 985, 975, 75, я хотела, откровенно говоря, в дополнение к революции и Украине рассказать о революции в Таиланде, вернее, о беспорядках в Таиланде, но, пожалуй, у меня остается уже слишком мало времени, и я расскажу не только о том, что происходит в Таиланде, но и о том, что происходит в моей любимой Венесуэле и Аргентине, и вообще о гримасах всеобщего избирательного права на следующей неделе. Я только скажу, что Таиландская революция, вернее, Таиландская оппозиция, насколько я понимаю, это первая оппозиция в 21 веке, которая выдвинула требования лишения всеобщего избирательного права, которая выдвинула требования введения образовательного и имущественного ценза. Почему так произошло, я расскажу на следующей неделе, а сейчас очень коротко закончу совершенно потрясающую историю, которая происходит на наших глазах, это, конечно, история с фактическим запретом на интернет-торговлю. Напомню, да, что российские магазины, ну, какой-нибудь Боско Куснировича, торгуют товарами ровно по цене, ровно в два раза выше, чем они стоят в зарубежных интернет-магазинах. И что, поскольку российские покупатели не идиоты, то, естественно, они все это стали заказывать в зарубежных интернет-магазинах, и количество интернет-покупателей увеличилось на 30% ежегодно, и совершенно потрясающая история, потому что, ну, понятно, если господин Куснирович может пролоббировать этот самый чемодан на Красной площади, то сложно ли запретить интернет-покупателей, пролоббировать запрет интернет-торговли? Потому что у нас сейчас фактически в результате ряда решений интернет-торговля запрещена. Она запрещена даже не столько повышением пошлин и платежей, она запрещена совершенно драконовскими безумными условиями, по которым ты можешь получать посылку. Учитывая, что наша почта и так не работает, если тебе надо предъявить сто одну бумажку и в какую-то из них ты, естественно, неправильно поставил запятую, то сейчас, в общем, интернет-торговля видимо будет парализована. И во всей этой истории меня потрясло только одно. Ведь в России 60 миллионов пользователей интернета. Даже если эти люди не пользуются интернет-торговлей, я, например, тряпки себе не заказываю. Но я, например, хочу заказывать книжки. И я не могу это делать, потому что я знаю, что наша почта не работает. И я надеялась, что с развитием интернет-торговли когда-нибудь у меня такая возможность выйдет. И самое главное, что все эти люди, 60 миллионов, это потенциальные клиенты интернет-торговли и это избиратели. И на эти 60 миллионов избирателей я не привлечиваю, 60 миллионов избирателей положили с высокой башни. Вот, собственно, и... и... ... Продолжение следует...